всем привет это пятый выпуск проекта сингента help сингента help это формат в котором мы обсуждаем вопросы поступающие к нам в агроподдержку компании сингента на агрономическую тему если вы хотите чтобы ваш вопрос стал темой одного из наших будущих выпусков не забывайте ставить заголовок сингента help и возможно мы обсудим именно вашу проблему обращайтесь в агроподдержку переходите по qr-коду или ссылки в описании и вам обязательно помогут сегодня будет интересный выпуск ну а мы начинаем сегодня у нас в гостях основатель и первый руководитель агроподдержки компании сингента тимонина елизавета лиза привет расскажи буквально пару слов о себе это чем ты занимаешься сейчас маша привет давайте начнем с того что я окончила тимирязевскую сельскохозяйственную академию в далеком 2010 году при этом работать компании сингент я начала за год до этого с 2009 года это как ну у нас в компании есть такой проект ленты сингенты и я была студентом сингента и начинала свою работу с практики на нашей аренде станции эта станция где мы испытываем наши новые продукты перед тем как им выйти на рынок и к нашему любимому агропроизводителю действительно за всю свою карьеру я четыре года занималась тем что отвечала за агроподдержку и являлась ее основателем мы разрабатывали данный сервис для наших клиентов при этом сейчас я отвечаю за фунгициды на зерновых культурах и за то какие фунгициды дальше будет регистрировать компания сингента в нашей стране замечательно смотреть проект сингента help это ответы на вопросы поступающие в агроподдержку за твою работу в агроподдержке тебе тоже поступало масса вопросов какой вопрос запомнился тебе больше всего да действительно вопросов курьезных интересных неожиданных было много если вспомнить минус 4-3 года назад то самый яркий наверное который сейчас приходит на ум это вопрос который поступил от одной дачницы она позвонила к нам в агроподдержку вроде бы достаточно простым вопросом у нее была 250 граммовая пачка окторы который обычно идет нашим большим агропроизводителем и в своем приусадебном участке нужно было понять как же эти четыре грамма окторы которые было нужны заполучить из этих 250 грамм и она нам говорит а как же мне отмерить ваши четыре грамма окторы ложкой на наши комментарии что ложки бывают разные мы не можем вам точно сказать сколько будет в вашей конкретно ложки с горкой вы отмерите или без горки она немножко начала эмоционировать и говорит ну какая же вы большая швейцарская компания если вы не можете мне точно сказать сколько мерить в ложках и вообще у вас нет даже специалистов по ложкам сожалению действительно у сингенты очень сильные специалисты и большая экспертиза в области фитопатологии гербологии но специалистов по ложкам у нас как не было так и нет я эту женщину вполне понимаю я думаю ты тоже в принципе мы женщины и мы имеем право получить ответ на любой вопрос который мы задаем главное четкий да но все-таки давай вернемся к вопросам которые поступили к нам в агроподдержку и мы сегодня обсудим те вопросы которые касаются определенных фаз развития колоссовых культур это флаговый лист калашение там цветения и все эти вопросы мы сегодня обсудим вернее не все только самые интересные давай хорошо да и первый вопрос который мы с тобой обсудим он такой достаточно часто встречающийся но мы его озвучим сначала а потом поговорим уже о том что эта ситуация бывает очень часто человек который позвонил и обратился в агроподдержку к сожалению не назвал регион откуда он родом и где это поле у него находится но тем не менее сам вопрос на поле с пшеницей наблюдаем очаги где растения вызывают беспокойство что это на пшенице может быть и вот такая фотография я видела ваши предыдущие выпуски и на самом деле не очень хочется повторяться но все-таки если мы взглянем вот на эту фотографию просто фотографии мало и для того чтобы дать профессиональный ответ нам нужно задать достаточно большое количество вопросов уточняющих например если мы обратимся к данной фотографии первое что нужно уточнить это как часто данные симптомы в принципе встречаются на данном поле плюс нужно уточнить у агрария который прислал данную фотографию одно у него поле с такой проблемой или все-таки несколько когда появились эти эти растения эти пятна может быть они у него струбкование скушение уже правильно да это тоже очень важный плюс нужно понять размер этих пятен если оно одно и только то которое мы с тобой видим то мы можем привести с тобой я думаю несколько примеров с причинами почему данные пятна на этом поле могли возникнуть один из ответов который сейчас приходит на ум самый яркий это когда на это поле приехал опрыскиватель с обработки гербицидной например соответственно бак плохо промыли ход опрыскивателя начался именно с этого пятна который мы сейчас тобой видим растения поблекли и мы видим тот результат который у нас есть да согласна такое часто бывает потом одна из вероятных причин что может вызвать вот такое состояние культуры это растительные остатки правильно если там допустим много той же ворох соломы который остался который мешает культуре развиваться но я думаю что человек который прислал эту фотографию вряд ли там была пшеница но тем не менее мы обсуждаем не только прямой ответ мы обсуждаем возможные причины правильно да все верно и плюс раз ты начала тему как раз таки состояние именно почвы то нам важно посмотреть не только растительные остатки но и в принципе копнуть и посмотреть на корневую систему могут быть солончаки например может быть в принципе переуплотнение почвы встречаются совершенно разные ситуации почему пшеница может перейти вот в такое состояние но в принципе когда вот мы видим здесь уже пшеница большая это может быть также и поражение тех же прикорневых гнили да все верно но к сожалению и моей практике как раз таки когда я работала на горячей линии зачастую когда клиенты обращаются уже с симптомами например афиболезные прикорневой гнили ничем помочь ни они себе не мы им уже не можем потому что прикорневая гниль заражает гораздо раньше при этом симптомы афиболеза мы видим только к сожалению в калашине все что нужно сделать это сделать выводы для следующего года да то есть в принципе мы ответили на этот вопрос надо осмотреть внимательно сами растения почву посмотреть посмотреть что было на этом месте конкретно до этого это место всегда такое либо это случилось только в первый раз краю это место находится либо где-то в середине то есть надо внимательно вооружившись может быть лопаткой все это посмотреть а то что ты сказала про афиболез как раз хочу показать фотографии как выглядит этот афиболез многие думают что это только южное заболевание мы находим его и в центральной части россии и даже в сибири в прошлом году нашли афиболезную прикорневую гниль когда вот такая черная строма на стеблях пшеницы может вызывать белоколосость и вот такие очаги белой пшеницы я думаю что мы в принципе ответили на этот вопрос второй вопрос который к нам пришел был из брянской области чем можно обработать озимую пшеницу от мучистой росы если посевы в фазе появления флагового листа и очень густые если решение нужно ли чтобы фунгицид попал на стебель внизу где находится инфекция или он спустится туда сам по растению мария спасибо большое за вопрос на самом деле мне безумно нравится последняя часть вопроса это про системность фунгицидных действующих веществ а мы слышим эти вопросы как на наших мероприятиях так и при обращении на горячую линию гономической поддержки как раз таки прокомментирую с точки зрения фунгицидов на зерновых сейчас у нас на российском рынке нет ни одного истинного фунгицидного действующего вещества которое бы двигалась по флоэме то есть сверху растения вниз при этом хочется добавить что у нас есть элиситеры элиситеры это фосэтил алюминия и ацебензолар эсметил которые имеют возможности которые могут передвигаться с места нанесения вниз в сторону корневой системы но смотри мы с тобой работаем в компании сингента да нам обращаются как к людям которые как это имеет определенные решения из наших решений если есть мучнистая роса то как правило там будут и пятнистости да вот это пятнистости надо оценить масштаб бедствия если у вас внизу мучнистая роса как обычно мы говорим да и вверху у вас все чистенько в принципе если вы хотите ее мгновенно что называется быстро уничтожить можно использовать быстрые триазолы да все верно наши агрои могут использовать быстрые триазолы но очень важно отметить что они должны использовать высокую норму расхода рабочей жидкости потому что основная задача в данную фазу это пробить стеблистой и чтобы наше действующее вещество и наш продукт который мы наносим дошел до места нанесения как раз таки если говорить о норме то это минимум 200 литров на гектар воды так ну и допустим если агроном понимает что у него триазола нет а есть допустим стробилурин или карбексами тот же нашел от усейс то это позволит ему в принципе триазол там тоже пролечит а все остальное будет защищать верхний ярус да все остальное не даст возможности условно мучнистой россии другим заболеваниям пойти вверх а в данной фазе гораздо важнее сохранить раз таки верхний полок для того чтобы зерно налилось да особенно когда мы говорим про зиму пшеницу но я думаю мы ответили на этот вопрос и можем двигаться дальше с удовольствием вопрос который мы сейчас с тобой разберем к нам пришел из псковской области но такой вопрос и такого рода истории бывают не только в псковской области и так поле озимой пшеницы все было хорошо симптомов фузариоза колоса не было урожай получили высокий а результаты из лаборатории фитоэкспертиза и микотоксины показали что большая часть зерна не годится на продовольственные цели откуда взялись микотоксины спрашивает нас человек да действительно вопрос актуальный и с каждым годом он становится все более и более актуален потому что микотоксины гостируются как это мы с тобой знаем поэтому давай приведем несколько примеров почему такая ситуация в принципе могла сложиться первое это условия когда у нас складываются условия неблагоприятные для развития фузариоза заражение могло произойти при этом условия не сложились для того чтобы видимые очевидные симптомы фузариоза колоса появились непосредственно на нашем любимом колосе это первое второе если фузариозная инфекция попала в колос допустим после цветения там перед уборкой тоже же такое может быть да совершенно верно визуально не будет симптомов нет не будет и плюс я бы хотела чтобы ты прокомментировала у каких видов фузариоза симптомы ярко выражены а какие виды фузариоза не дают таких ярких картинок как мы привыкли видеть но классическая вот как на первой фотографии проявление фузариоза бывает от двух видов фузариум граминиарум и фузариум кульморум вторая фотография это так называемые нетипичное проявление глазковое вот такие вот пятнышки которые мы можем вообще даже внимание на них не обратить и не понять что это фузариоз так может проявлять себя фузариум как я раньше помню говорил спартрихиела сейчас это фузариум спартрихоидес да мелкоспоровые так называемые грибы из рода фузариум поэтому если заражение произошло ближе к уборке симптомов даже от граминиару мы можем не увидеть если условия как ты уже сказала да не сложились тоже симптомов может не увидеть либо другой вид на колосе может быть более 10 видов рода фузариум да действительно а помнишь у нас тоже был случай на практике когда мы получили зерно от наших клиентов мы отправили на микотоксины по факту когда мы разбирали это зерно мы видели что оно прекрасное выполнено никаких видимых симптомов не было какой результат мы получили по микотоксином 10 и 16 раз превышал т2 токсин да действительно мы вот например поэтому мониторингу тогда поняли что можно получить зерно хорошей натурой с хорошей массой с клейковины с белком вот любо дорого продать его да а по микотоксина мы не пройдем потому что это будет небезопасное зерно давай прокомментируем как мы могли бы помочь какие рекомендации нам следовало дать нашему любимому аграрию чтобы в следующем году он не наступил на те же грабли очень важно вот в этой ситуации конкретно конечно же у нас специалисты обязательно спросят какой фунгицид был на фазе колошение и был ли вообще там фунгицид потому что очень важно чтобы был правильный фунгицид потому что есть фунгициды которые работают по фазориозу колоса есть фунгициды которые не работают еще хочется добавить что у нас сейчас в стране есть три столпа на которых держится в принципе защита от фазориоза колоса на зерновых культурах это три действующие вещества из класса триазола тебуконозол протиоконозол и метоконозол соответственно и хочу добавить что очень важно соблюсти минимальную норму применения этих действующих веществ на гектар потому что к сожалению сейчас бывают случаи когда звонит клиент обращаются наши аграрии к нашим менеджером в регионах и говорят все же хорошо я же работал фунгицидом тебуконозол вот посмотрите в составе открываешь смотришь этого тебуконозола там на гектар 70 грамм да совсем чуть-чуть лиза но давай немножко поговорим о том о чем хочется сказать потому что ты все-таки у нас отвечаешь за стратегию и у тебя совсем недавно вышел новый препарат который мы в этом году будем показывать всем желающим которые приедут на наше мероприятие да хочется сказать про этот продукт потому что действительно это новинка с точки зрения классов если говорить про действующее вещество то это действующее вещество называется адипидин и класс которому она относится это карбоксамида то есть теперь у нас будет новый способ контролировать фузырё сколоса в нашей стране я думаю что мы ответили на вопрос принципе если поле все хорошо это не знаете что микотоксинов не будет и если в принципе существует обратная корреляция я все-таки добавлю немножко но по умничать хочется чуть-чуть если даже мы видим вот такие фотографии как у нас были с классическим проявлением фузариоза микотоксинов там может быть немножко либо их может вообще не быть поэтому в любом случае если у вас возникают вопросы как я говорю лучше позвоните эксперту обратить в агроподдержку можно тоже еще добавлю мы конечно разобрали сейчас разные стороны защиты от фузырёза колоса кроме одной когда клиент присылает вот такие яркие симптомы фузырёза уже нам в агроподдержку или нашим сотрудникам регионах к сожалению по факту контролировать уже поздно работать нужно было раньше с момента начала цветения ну а мы можем идти дальше и с этим вопросом я думаю мы закончили и завершить наш сегодняшний выпуск мне очень хочется вопросом который пришел из краснодарского края меня беспокоит размер колоса дайте пожалуйста оценку такие вопросы тоже поступают к нам в агроподдержку действительно вопрос очень интересный и гадать на кофейной гуще всегда захватывающе но сейчас дать точную оценку и спрогнозировать какая же будет урожайность у этого поля достаточно проблематично почему потому что если мы взглянем на первую фотографию мы видим что сейчас у нас с вами только цветение начал даже да даже начало цветения что мы можем оценить в принципе в текущей ситуации это то какое количество колосков заложилось на колосе и если мы посмотрим на начало колоса и на верхушку колоса то мы видим что в принципе редуцировано всего снизу один и сверху мне кажется тоже один если я не ошибаюсь да но завершая наш сегодняшний выпуск хочется показать что агрономов беспокоит размер колоса вот фотография ладонь агронома с тремя крупными колосами показывает что действительно есть сорта у которых колос достаточно большой если хочется человеку чтобы у него был крупный колос посеве первое надо взять сорт крупноколосый чтобы действительно ну и потом этот сорт правильно защитить не только защитить но еще и накормить потому что питание для полного налива очень важно ну и вот эта вот фотография единственная который колос изображен эту фотографию я привезла из германии мне понравился сорт семь колосков заложилось и такого я нигде не видела пять видела четыре видео но 7 но выглядит очень впечатляюще я думаю что если бы мы данному клиенту посоветовали данные сорта приложили эту фотографию он с удовольствием купил этот сорт на следующий год нужно сделать какую-то коллаборацию с нашими селекционерами согласна я думаю мы ответили с тобой на этот вопрос и можем идти уже к завершению нашего выпуска лиза спасибо большое что нашла время и пришла к нам в студию маша большое спасибо что позвала мне было очень приятно окунуться снова в атмосферу агро поддержки такое ощущение просто что я унеслась на четыре года назад ну вот видишь тингента help это не только ответы на вопросы которые поступают в агро поддержку это еще машина времени это точно итак это был пятый выпуск проекта сингента help смотрите нас через две недели в четверг если вы хотите чтобы ваш вопрос стал темой нашего будущего выпуска не забывайте ставить заголовок сингента help переходите по qr-коду или по ссылке в описании и тогда ваш вопрос возможно станет одним из интересных и мы его обязательно обсудим и так до скорого еще увидимся